Коллеги, всем добрый день. Мы начинаем наш праздничный мастер-класс, посвященный 8 марта и подготовке к этому замечательному празднику. Сегодня наша встреча пройдет в форме мастер-класса. Эта форма несколько отличается от традиционных лекций, семинаров и занятий. Сегодня наша встреча посвящена достаточно узкому вопросу, конкретному занятию, которое мы разберем. Я предлагаю вам форму фото мастер-класса. Он, в отличие от видео мастер-класса, более удобный для обсуждения и более удобный для повторения вместе с ребятами, потому что скорость изготовления у всех детей разная. Поэтому, когда идет видео фрагмент, достаточно сложно выдохнуть скорость. Нужно нажимать на паузу, возвращаться и так далее. А фото мастер-класса позволяет делать с разной скоростью. Вы быстрее можете переключаться между слайдами, между этапами, в которых это необходимо делать. Ну и сегодня я, кто в рабочей обстановке, как бы так сказать, в материале, вы можете попробовать вместе с нами это повторить. А те, кто будут нас сегодня просто смотреть, предлагаю вам сделать все, что я буду сегодня показывать, потом самостоятельно или вместе со своими учениками. Потом, где будут размещены материалы, для того, чтобы вы смогли самостоятельно тоже поработать с этими материалами, которые я вам сегодня предлагаю. Переходим в режим... Отлично. Сегодня мы с вами подготовим вот такое декоративное панно, которое по уроку технологии. Это наш результат, к которому мы будем стремиться. У нас будут и промежуточные результаты, элементы, детали, которые у меня не вошли. И итоговую композицию, но тут тем не менее тоже покажу, как их можно будет сделать по ходу мастер-класса. Задавайте вопросы. Сегодня мы будем говорить не только о том результате, который получается у ребенка, но и о тех результатах, которые мы бы хотели заложить в работе с этим материалом. Значит, наш мастер-класс базируется на программе по технологии для Михаилы Рогозиной. Вы можете на нашем сайте академкнига.ру в разделе библиотека онлайн посмотреть нашу программу по технологии, посмотреть методические рекомендации, в том числе этому занятию, которое я буду вести сегодня, и ознакомиться с нашей программой. Ну вот в списке вижу, что уже часть присутствует коллег и педагогов, которые уже по нашей программе работают и ее реализуют. Такой для нас тоже свежий взгляд. Наша линия технологий представлена на сегодняшний день комплектом с первого по четвертый класс. Первый класс — это учебники по технологии, они имеют формат 4 мягкого переплета, это рабочие тетради по технологии, которые содержат шаблоны, это рабочая программа по технологии первый-четвертый класс, это методические пособия по технологии для педагога первый-четвертый класс. Отличительная особенность этого курса заключается в том, что автор как практик очень много полезных советов и нюансов объясняет в методическом пособии. И даже если у вас нет специального образования, вы по своему складу математик или филолог, и вам нужно заниматься различным трудом технологии, есть достаточно много комментариев, которые дает автор для того, чтобы вы тоже смогли справиться с этими уроками и преподавать их на должном уровне. Достаточно подробно в методическом пособии это прописано. Они тоже есть в ознакомительном доступе у нас на сайте Академкнига в разделе «Библиотека». Вы можете к ним обратиться. Вот посмотрите, как это выглядит. Для тех, кто еще, может быть, не пользовался нашей библиотекой онлайн, как она выглядит. Наш сайт – академкнига.ру. Вы выбираете кнопочку «Библиотека онлайн» и попадаете в библиотеку. Выбираете нужный вам предмет. Вот здесь, видите, черно выделена технология. И по технологии представлены методические пособия. Вы можете их посмотреть. Тут же у вас откроется окош, которым вы будете просматривать. И вы можете их скачать в формате PDF себе, установить на компьютер и ознакомиться с ними офлайн и не только в интернете. Это очень удобно. И практически все наши обновленные рабочие программы, все наши методические пособия и по другим предметам, в том числе, мы всегда выкладываем в библиотеке онлайн для того, чтобы вы, педагоги, были готовы. Для того, чтобы к тому моменту, когда надо сдать тематическое планирование, рабочие программы, а, допустим, в вашем регионе, в вашем городе сейчас нет бумажного варианта этого методического пособия, вы можете воспользоваться электронным. Таким образом, мы вас всегда подстраховываем для того, чтобы вся важная нормативная документация, нормативная информация была у вас в доступе. Вот, пожалуйста, выводитесь этим ресурсом в любое свободное время. Ну, а мы начнем нашу практическую часть. Этот мастер-класс. Очень хотелось, чтобы он был яркий и солнечный. Сегодня последний день зимы. У меня он очень солнечный, достаточно теплый. Коллеги, я вижу, тоже пишут стихотворения на Уф-чат. Вот, поэтому уже весеннее настроение. И, конечно, хочется цвета, хочется цветов и хочется праздников. И не только нам, педагогам, но и детям в большом количестве. И, конечно, этот приятный день, 8 марта, он является таким предвестником вообще лета, весны. И вот все, что накопилось, ажиотаж цвета зимой, мы можем его выплеснуть и сейчас использовать. Для того, чтобы выполнить декоративное панно 8 марта, нам с вами понадобится цветная бумага и цветной картон. Нам понадобятся ножницы, возможно, макетный нож, линейка, клей. И, конечно же, учебник по технологии для третьего класса. Вот, что мы используем. Но, возможно, вы не только на технологии третьего класса можете сделать эту тему. Вы можете сделать эту тему и в качестве дневнорочной деятельности, и дополнительно, если вам нужно, 8 марта сделать подарки для мам и так далее. Итак, тему декоративное панно. Мы начинаем, конечно же, знакомство с учебникой. Сейчас, одну секундочку, мы с вами перейдем в электронный вариант учебника, который тоже у нас присутствует. Сейчас, конечно, очень приятно, что все наши учебники, они стали не только бумажными, они стали в том числе и электронными. И мы можем с электронным учебником тоже работать, использовать его и как наглядность, использовать его для фронтальной работы на доске. Мы можем использовать его индивидуально. В общем, появляется достаточно большое количество вариантов того, как мы можем использовать сегодня электронный учебник. Сейчас одну секундочку перейду в режим демонстрации, чтобы вы видели то же самое, что находится у меня. На рабочем столе, пока загружается, я напомню, что наши электронные учебники, которые есть сейчас по всем предметам, и наши электронные интерактивные пособия, они у них более расширены, чем электронные учебники, вы сейчас, сегодня можете приобрести как ту и ту форму. Можно это сделать через наш сайт и пройти на наш сайт, посвященный электронным учебникам. Вот тот вид электронного учебника, который вы получаете. Вот сейчас на экране вы видите, это электронный учебник по технологии для третьего класса. Он полностью повторяет, естественно, содержание бумажного учебника, так как это один и тот же учебник. Что он позволяет сделать? Допустим, в учебнике искомый, ну как бы итоговый образец, небольшой по размеру, он позволяет нам увеличивать все картинки и более детально посмотреть. Это, конечно, актуально для таких предметов, как изобразительное искусство и технологии, для того, чтобы мы в крупном варианте смогли увидеть еще и некоторые детали, посмотреть фрагменты, как это точно сделало, то, чего не видно в маленьком формате. Также, работая по электронному учебнику, нам становится более удобно работать со словарем, потому что при необходимом нажиме тут же появляется и словарь, это для нас очень важно. Если здесь мы просим посмотреть значение слов в словаре, мы можем это моментально, интерактивно тут же сделать. Значит, вот мы с вами открываем учебник, тема декоративное панно. Нам необходимо готовить декоративное панно, так называемый планшет, хотя дети, конечно, сейчас под словом планшет понимают несколько иное, но в данном случае мы воспринимаем слово планшет. Если мы обратимся к словарю, так это плоская сумка для листов бумаги или картона, но это некая плоская поверхность, он может быть деревянный планшет, бумажный, географический планшет и так далее. Итак, нам с вами предстоит сделать планшет, который нам необходимо будет оклеить кантом со всех сторон. И это первая часть нашей работы будет подготовка картона и подготовка кантом. Вторая часть нашей работы мы смотрим по учебнику, это оклеить картон кантом. Мы тоже смотрим значение слова «оклеить» или «оклеить», как мы это будем делать. Показана поэтапность в учебнике. И нам нужно будет, в итоге мы получим картон, который полностью оклеен кантом. Это будет задание для первого урока, эта тема осуществляется в течение двух уроков. Это будет первый урок. На втором уроке мы будем уже украшать наше декоративное панно. Нам нужно будет сделать листья. Вот также для нас интересно, что у нас есть в электронном учебнике раздел «Проверь себя». И мы с вами тоже можем в конце потом посмотреть. То есть некое тестовое задание, мы можем получить обратную связь от учащихся. И на втором уроке нам нужно будет сделать листья. И нужно будет сделать цветы для нашей другой композиции. Вот у двух частей состоит тема. В процессе есть момент промежуточного аттестации, промежуточной обратной связи. Которой мы будем работать. Итак, мы с вами посмотрели то, что есть в учебнике. Потому что на слайде вы сейчас не можете прочитать текст учебника. Вот электронный учебник. Он может присутствовать у вас, опять говорю, как наглядность. А может присутствовать и у каждого ребенка персонально. Может присутствовать бумажный учебник. Таким образом мы понимаем, что первый шаг нам необходимо выбрать картон. Когда мы говорим о предмете технологии, то это практикоориентированный предмет. Большая часть задач, которая расследована с тем, чтобы мы познакомились с видами бумаги, с видами различных материалов, со способами обработки этих материалов, с культурой подачи и так далее. И естественно, что знакомство это должно быть не теоретическим. Так как оно очень быстро, теоретическое знакомство не воспринимается, либо каким-то образом забывается. Здесь у нас должно быть практическое знакомство. Но для детей это сделано в форме поделки, которую они обязательно делают. И ребенок воспринимает результат своего занятия как поделку, которая будет им сделана. А мы с вами должны понимать, что это, в данном случае, да, оно, это результат ребенка. И то не весь. А наш с вами результат, он шире, наш с вами результат, это, естественно, знакомство ребенка с материалами, приобретение навыков, ручных навыков, действия. И не всегда то, что предложено в учебнике и задумано, оно у ребенка великолепно получится. Это будет сделано, особенно в рамках одного учебного урока. Но здесь не нужно очень сосредотачиваться на эстетической стороне этого предмета. И нужно оставлять то технологическое содержание, которое здесь есть. Если нам порой кажется, что это будет сложно для детей, а такие моменты действительно бывают, нужно помнить о том, что именно эта сложность и обеспечивает их развитие. Потому что, если мы сравним раньше, допустим, да, детей советского периода и уроки технологии изобразительного искусства, то дети имели намного больше практических навыков, например, самообслуживание, пришить себе пуговицу, например, завязывать шнурки и так далее. Сегодня у нас в первом классе мы можем встретить детей, у которых нет навыков самообслуживания, не смогут распарывать или пришить. Вспомните, мы, да, в школьную форму манжеты отпарывали и пришивали каждую неделю себе на платье и так далее. Делали это самостоятельно, без мамы. Но, конечно, сегодняшний ребенок этого не сделает. Поэтому, с одной стороны, программа по технологии идет на упрощение, но если мы совсем исключим эти задания, то мы потеряем суть предмета. Это я к тому, что если у детей не получается сейчас, и нам, педагогам, кажется, что это занятие сложное, нужно все равно его делать для того, чтобы ребенок получил представление. И если ребенок получает представление о том, что ручной труд – это сложно, это тоже очень хорошо. Он, по крайней мере, будет его ценить, ручной труд. Итак, нам необходимо с вами выбрать лист картона. Какой лист выбрать? Значит, у нас, скорее всего, у детей в наборах сейчас бывает лист картона глянцевый и матовый. Давайте с вами подумаем, какой выберем, картон глянцевый или матовый. Сейчас у меня, пожалуйста, в чат ответы, ну, несколько, что глянцевый или матовый. Так, коллеги, несколько вариантов чат. Так, матовый, второй, матовый. Матовый и глянцевый. Глянцевый картон очень любимый детьми. Он, конечно, выглядит намного эффектнее, чем матовый. Но матовый лучше клеится лучше. Вот, спасибо педагоге практике. Действительно, матовый картон, он лучше впитывает клей по глянцевому картону, зависит, конечно, от производителя. У нас иногда может просто поплыть то изображение, которое у нас есть. Да, и мы смотрим, что если у нас достаточно много деталей крепится на картон, то, значит, нам нужно будет клеить. На глянцевом картоне, как правило, детали хорошо приклеиваются под прессом. Если есть такая возможность, поскольку у нас детали объемные, мы их делаем в течение занятия, то мы педагог не сможем сделать. И, к сожалению, бывает такой момент, когда на глянцевом картоне сделают, да, дети поделку, а он на клей ПВА начинает, ну, как бы, соскальзывать, немножко уплывать от нас, и пятна остаются от пальцев. Но это действительно правда. Поэтому, если дети выбирают картон, покупают, то для детского творчества нам лучше подойдет матовый картон. Глянцевый картон, он лучше подходит для оформления. Если нам нужно что-то наклеить, вот, вырезать какую-то одну фигурку. Вот мы из него вырезали фигурку по контуру, вот она уже закончена. Если мы на нее ничего не будем клеить, то вполне подойдет для этого глянцевый. Если картон используется как основа, то мы лучше возьмем матовый. Итак, мы с вами берем матовый картон. Теперь давайте мы будем думать о цвете, который мы возьмем. Поскольку это фон, то этот цвет должен быть не очень ярким, для того, чтобы на нем хорошо смотрелись цветы. Например, если мы возьмем с вами желтый фон, то трудно представить, какие цветы будут хорошо смотреться на желтом фоне. Белые, они будут сливаться с желтым фоном. Красные, это будет слишком перенасыщенно ярко. Да, пишет Мария, нам нужен контрастный фон, черный. Контрастный, но, допустим, черный, да, будет немного мрачновато. Все-таки мадина, 8 марта, черный картон для нас будет мрачноват. Если мы возьмем зеленый картон, на нем нам будет достаточно сложно сделать листья и так далее. То есть я вот вам с вами это проговариваю, нам кажется и мне по эту сторону экрана и вам, по той стороне экрана, кажется, эти вещи очевидны. Но порой ребенок, когда он начинает выбирать, перед ним вот разворачивается папка с картоном. Ну, первый вариант это тот картон, который целый, лист присутствует. А потом ребенок начинает цвет, который нравится ему. И здесь у нас может быть и золотой, и серебристый, и так далее, и субъективные некие предпочтения. То есть, да, очень важно от выбора цвета картона будет зависеть дальнейшая успешность нашей работы. Ну, вот у меня была возможность, я взяла темно-фиолетовый. Цвет достаточно темный, не пересекается с цветом. Его можно использовать как начало. Лидия, как скачать сертификат? Сертификаты приходят на почту. После того, как пройдет наш мастер-класс, сегодня или, может быть, завтра утром, обычно на почту вам приходят письма, у которых есть сертификат. Вы его со своей почты распечатаете и запомните. Итак, мы выбрали с вами картон. Я остановилась на темно-фиолетовом цвете. Этот картон можно использовать. Вы можете выбрать, в принципе, и темно-синий, может быть, это будет и коричневый оттенок. То, что у ребенка присутствует на бой. Следующий вопрос. Мы должны подобрать картону окантовку. Окантовку мы будем выбирать из бумаги. Она должна быть не такой плотности, как картон. Она должна быть меньшей плотности. Мы для окантовки берем цветную бумагу. Здесь для нас важно для того, чтобы окантовка, наша рамка, она была одновременно и выделялась на этом фоне, была не цвет, но, с другой стороны, она не была чрезмерно яркой, не отвлекала на себя много внимания. Мы можем также предложить ребенку положить несколько листочков рядом, для того, чтобы определиться с тем цветом, который будет в карте. Очень хорошо, когда цвет рамки, цвет карты будет немного использоваться в нашей работе. Чтобы он там, может быть, сердцевельки у цветочков или лепестки одного из цветочков, они будут того же цвета, как наш карты. Тогда рама и картина, они будут собраны вместе, и смотреться как единое целое. Ну вот выбираю я такой красный оттенок, с которым мы будем работать. Затем мы приступаем к этапу разметки. Возвращаемся к учебнику, и здесь мы видим, что у нас есть размеры. Технология – это тот предмет, на котором мы работаем с размерами, чертежами, на которых ребенок знакомится с разницей между эскизом, чертежом, поэтапностью, инструкциями. Вот здесь мы читаем размеры, у нас размер стоит 30. Тоже мы с детьми начинаем говорить, да, о том, что означает этот размер. Будет ли это 30 сантиметров или 30 миллиметров. Ну, нет, это на исключение. Конечно, мы придем к тому, что это 30 миллиметров. Даже если дети не знают правила того, что чаще всего проставляются на чертежах размеров миллиметров, если они методы на исключение, мы даже можем с вами подумать, что 30 сантиметров – это будет очень большой кап. Ну, вот, таким образом мы на нашей бумаге откладываем нам необходимы 4 полоски шириной 30 миллиметров. Значит, для этого мы с обеих сторон листа делаем засечки. Вот, посмотрите, на верхнем рисунке видно, как мы по линейке ставим эту засечку. И то, что она может сделать на втором краю нашего листочка. Мы знаем, что через две точки может пройти только одна прямая. Мы их соединяем и получаем гробные прямые. Здесь, когда мы отмеряем, не стоит рассчитывать на перпендикулярность. То есть, поставили одну точку и прикладываем, допустим, перпендикулярно, его может повести. Поэтому лучше поставить точку на одном конце листа, поставить точку на другом конце листа и их соединять прямой. Расчерчиваем наши прямые. У нас получается 4 полоски. Нам нужно будет 2 полоски длинные, которые пойдут по длинной стороне, и 2 полоски, которые пойдут по короткой. Но при своей практике советую сначала вырезать 4 длинных полоски. Ребенку на месте определять длину будет проще, чем определять ее методом измерения. Если ребенок померяет короткую сторону в миллиметрах, потом перенесет этот размер, где-то в середине он отвлечется, с кем-то поговорит, его немножко забудет, не так обрежет. Это удлиняет процесс. И все-таки ребенок идет от результата, который он получит. Поэтому ему иногда проще сориентироваться на месте. И автор учебника тоже нас к этому призывает, что самый простой способ определить длину нужных нам полосок – это их приложить. Итак, у нас есть 4 полоски. И мы их прикладываем, вот посмотрите, верхний мы прикладываем по длине и по ширине. И затем уже на месте их обрезаем. Можно сделать засечку, также перендашиком, и затем обрежать полоски по той длине, которая нам необходима. Длины должны полностью совпадать. Следующий шаг мы начинаем, кант будет у нас двусторонний, он обрамляет картон с обеих сторон, поэтому нам нужно наши полосочки согнуть. На самом деле согнуть тонкую полоску – это достаточно сложная задача. Почему урок разбит на две части? Потому что работа с оконтовкой, она не так быстро, как нам бы хотелось, происходит. Для того, чтобы согнуть такую полоску, нужно быть внимательным. И один из способов, как это можно еще сделать – шов. Я предлагаю на практике очень быстро шов немножко продавить ножницами. То есть, когда ребенок сложил, то, как он складывает пальчиками, вот этот шов, он не такой, сгиб, линия сгиба, она не такая ровная. Поэтому, если мы чуть надавим ножницами, то она выравнивает линию сгиба, и они будут лучше согнуты. У них будет обеспечен хороший нажим. Вот таким образом мы сгибаем все наши полосочки. Теперь получается, что их реальная ширина на картине уже будет не 30, а 15 мм. Так же их прикладываем, мы готовы дальше. Затем автор предлагает, мы будем длинные полосочки наклеивать, так как они есть, а короткие полоски мы немножко подрежем под углом, для того, чтобы визуально казалось, что у нас кант идет встык под углом 45 градусов. Для того, чтобы отмерить угол 45 градусов, мы загибаем края, как у самолетика, внутрь загибаем, и затем по этой линии сгиба мы обрезаем. И таким образом у нас короткие наши полосочки, вот посмотрите на фотографии, да, они становятся с определенным углом. Теперь мы готовы к тому, чтобы начать клеить. Мы начинаем клеить с лицевой стороны, мы наносим клей от центра к краям, и затем прикладываем нашу полосочку бумагой. Бумагу мы тряпочкой выравниваем, для того, чтобы клей у нас не попал на руки, на саму работу. Клей ПВА, он при высыхании становится прозрачным, его практически не видно, но тем не менее тоже нужно следить за количеством. Затем мы приклеиваем кант к тыльной стороне. Посмотрите, и у нас справится одну полосочку. Когда мы на уроке делаем объяснение, то первую полосочку мы объясняем достаточно подробно, как приклеить, но затем, естественно, что по аналогии мы будем приклеивать все остальные полосочки. Мы начинаем с верхней и с нижней, используем кисточку, наносим клей. От центра сначала в одну сторону, потом от центра наносим ее в другую сторону, и затем приступаем к наклеиванию боковых деталей. После того, как мы наклеили, посмотрите на верхнюю картинку, пока мы клеили бумагу вдоль, по широкой стороне, у нас приклеивают достаточно хорошо и ровно. Когда мы наклеили с вами поперечные полосочки, поперечный кант, видите, у нас появились складочки. Вот в этот момент на уроке мы говорим о том, что бумага имеет плетение, в бумаге находятся продольные и поперечные полоски. Когда мы осуществляем стык по продольной стороне, они более эластичны, они хорошо растягиваются, а когда мы мочим поперечные, то они хуже растягиваются и образуются в складке, они более склонны к деформации. Вот таким образом мы на примере одного листа с вами хорошо указкой сделаю. Мы видим, что у нас на продольных достаточно хорошо получилось, а вот на поперечных у нас появились такие неровности и шероховатости. Изучаем строение бумаги. Ну и в данном случае, поскольку на этом у нас первый урок заканчивается, мы можем, если есть такая возможность, то поместить наш планшет, оклеенный кантом, под пресс. Прессом могут выступать цветная бумага, могут выступать учебники. Нам необходимо что-то тяжелое. Можно первым положить, вот посмотрите, пластиковый файл, для того, чтобы если там не излишки клея, для того, чтобы не приклеилось. И затем уже положить эту стоп, для того, чтобы к следующему занятию наше панно выровнялось, и мы могли продолжать занятие. На этом мы закончили первую честь, и вот в этот момент мы можем с вами перейти к... Давайте мы тоже перейдем к той работе обратной связи, которая предлагает нам электронный учебник. Так, одну секундочку. Мы с вами перешли в раздел демонстрации. Так, проверить себя, что нам предлагается? Волокна в бумаге располагаются, как и в ткани, в долевом поперечном направлении, как намазать клеем в долевую и поперечную кромки листов, как и то, если намазать, то по такой кромке образуются складки. Да, вот мы сейчас с вами посмотрели, как это было сделано. После того, как ребенок сделал, он может выполнить. По какой стороне бумаги ты будешь размечать полоски для канта? То есть вот когда мы делаем кант, что нам необходимо учесть? Мы тоже отвечаем, и можем себя проверить. Вот мы себя проверили, можем обновить, если у вас другой ученик участвует. при проверке, если мы не правы, то у нас будет другой значок. Таким образом мы можем себя проверить. Уважаемые коллеги, ну вот сейчас на демонстрации, да, видимо, у нас. У меня все в порядке. Вот таким образом мы можем в электронном учебнике делать автопроверку. Особенно это, конечно, актуально после того, как ребенок выполнил практическое задание. После того, как он сделал сам, на практике посмотрел, можно будет выполнять это задание. До того, как ребенок не делал это упражнение, допустим, мы ему сообщили бы это знание, да, на далевом и поперечном направлении, ребенок было бы сложно это сделать здесь необходимо. То есть технология – это тот пример, где тактильный опыт практически, он переходит в теоретический. Ну, потом идет запоминание от практики, зачем к теории. Так расположены занятия в этом разделе. Итак, следующее занятие, посвященное этой же теме, на втором уроке мы с вами делаем уже наполнение самого панно. Мы начинаем делать листочки. Берем разные оттенки зеленого цвета по возможности, какие у ребенка есть в палитре. Вот у нас была статья в нашем ресурсе в социальной сети ВКонтакте о подборе цветной бумаги. Я делала статью и пишу об этом статье. Всегда в своих программах всегда указываю о том, что у ребенка должно быть несколько оттенков цветной бумаги. То есть, когда мы покупаем ребенку набор цветной бумаги, лучше купить сразу два производителя. То есть, не дожидаться, когда один набор закончился, и мы берем второй, лучше купить два разных набора, чтобы у них было два оттенка зеленых, два оттенка красного, чтобы они немного друг от друга отличались, для того, чтобы у него был выбор. Если ребенок пришел на занятия, у него на боли всего 8 цветов, то поделки ему будут достаточно плохо, неудобно, и поделки они все будут активны по цвету. Поэтому либо большие наборы цветной бумаги, либо несколько, либо просите детей меняться. Наморами, пусть один ребенок одалживает другому, другому цвету, для того, чтобы они стали более разнообразными. Коллеги, напишите, пожалуйста, связь наладилась. Вот я вижу, что у некоторых неполадки. Видимо, в демонстрацию уходили, и у нас это как-то скакнуло. Напишите, пожалуйста, как сейчас связь. Спасибо, Мария. Ну, отлично. Итак, значит, выбираем несколько оттенков зеленого. А нам нужно будет... Так, угу. Значит, коллеги, те, у кого связь хорошая, мы продолжаем работать. Те, у кого возникают неполадки, да, действительно, перезагружайте. Вы потеряете несколько минут времени, лучше это. Попробуйте перезагрузить вебинар, просто обновить его, или выйти и зайти заново по той ссылке, по которой у вас была, и вернётесь на связь. Всё, спасибо. Вижу, да, что в основном связь у нас хорошая. Итак, мы выбрали, взяли зелёные оттенки, мы складываем лист пополам и вырезаем листочек. Вот у нас получается, видим, сейчас указку подключу, у нас получаются листочки с гранями, то есть у них посередине будет грань. Можно второй вариант сделать, это если ребёнок может нарисовать симметричную форму от руки, мы цельный листочек рисуем, и у нас получится листочек без грани. В данном случае это будет непринципиально, а можно сделать и такие, и такие листочки на выбор ребёнка. Итак, у нас сделаны листочки, теперь мы начинаем делать цветочки. В учебнике для 50-й страницы есть очень хорошая схема, очень интересная схема цветов. За основу заготовки будет квадрат, вот посмотрите на верхний слайд, мы видим, что это не квадрат. Не нужно стремиться к тому, чтобы у ребёнка был точный квадрат, вымерять его по линейке и так далее. Это опять же, получается, что трата времени, это не повлияет на результат, так как ребёнок будет работать от центра, у него получится симметричный цветочек, даже если изначально у него был не совсем квадрат, плюс-минус 2-3-4 даже миллиметра, они не повредят. Значит, сразу ориентируем ребёнка, что размер квадрата – это будет размер цветочка. Нужно этот размер квадратика приложить к нашему панно и посмотреть, достаточно ли он большой или мелкий. Ну, посмотреть по композиции, да, сколько там, если это крупный цветок, то может быть он всего один будет, или он хочет сделать несколько цветов. Поэтому приблизительно вот размер квадрата в итоге совпадёт с размером цветочка. Затем мы складываем квадрат, как показано на рисунке, пополам и ещё пополам, и намечаем, проводим диагональ, и от диагонали мы намечаем цветочек. Очень важно у нас место, что с одной стороны у нас цветочек заканчивается как бы остриём лепесточек, а с другой стороны мы не прорезаем, у нас здесь останется зона, которую мы не трогаем, чтобы все цветочки, они были соединены между собой. Таким образом, один раз мы вырезаем, мы получаем такой четырёх листничек, который имеет общий неразделимый центр. Затем я предлагаю поменять оттенки бумаги, взять оранжевую бумагу чуть посветлее, может быть, чуть пожелтее, можно чуть-чуть поменять размер, и вырезать ещё несколько лепесточков, которые будут накладываться сверху. За счёт того, что мы немного меняем цвет, немного меняем размер, у нас получается как бы такой более объёмный, ну, живописный, можно сказать, цветок. Но делать этого не обязательно, ребёнок может использовать и один цвет бумаги, цветок тоже получится пышным, но будет такой, как бы сказать, более обычным смотреться. Да, смена оттенков, оно придаёт такую изюминку работе. Итак, после того, как мы вырезали эти цветочки, мы их чуть-чуть закручиваем ножницами внутрь, то есть они будут от центра идти в направлении. Теоретически можно и в другую сторону закрутить. Все цветочки мы закручиваем, и затем мы этот цветочек наложим друг на друга. Вот, как правило, три формы нам будет достаточно. Если ребёнок хочет более пышный цветок, он может использовать и большее количество, четыре, например, заготовки. И если у нас ребёнок с трудом справляется с тем заданием, которое у нас есть, можно предложить ему взять две формы для заготовки, тоже этого будет как минимум достаточно. Следующий слайд показываю. Мы делаем гвоздику, также берём квадраты, чуть разных оттенков складываем их. Вот у нас первый листочек, листочки сложенные вместе, и видим четвёртый вариант, это листочки сложенные в объёме. У них у всех общая сердцевинка, она совпадает, и оттуда получаются лепесточки. Ну вот, когда мы сделали все цветочки, нам нужно подумать, сколько вот этим способом мы можем делать и ромашки, как было... Сейчас, секундочку вернусь. Посмотрите, как в учебнике предложено, у нас здесь есть разные варианты, мы можем сделать ромашку, больше на анютину глазку, похожие гвоздика и садовые цветы. Любой вариант, а может быть, ребёнок ещё свою форму придумает. Значит, у нас будут цветы разной формы, может быть, это будет один большой, вот и два маленьких, как у меня, может быть, это будут все цветочки маленькие, может быть, это один очень крупный. Есть дети, у которых такая тенденция, просто гигантским иногда поделкам, мальчики особенно, они любят сделать одно большое. В принципе, тоже такой вариант может быть. Когда мы всё сделали, мы раскладываем на панно наши цветочки, они ещё не приклеены, наши листочки, от края бумаги вырезаем зелёные полосочки, у нас получаются стебелёчки, и из лесков, которые остались от цветочков, мы можем вырезать сердцевинки. Вот, посмотрите, красненькие, такие получаются сердцевинки. Значит, ссылка на скачивание сертификата обычно приходит по электронной почте. После того, как вебинар закончен, на электронную почту вам приходит сертификат. Всё это мы раскладываем и композицию нашу ищем. Может быть, какую-то детальку придётся убрать, какую-то детальку нам ещё нужно добавить, максимально пробуем этот поиск. Как только мы определились, мы начинаем с вами приклеиваться. Вот, посмотрите, специально я сделала такой слайд. Одна из задач предмета технологии – это научить ребёнка бережному отношению к материалам, бережному отношению к материалам, научить бережному отношению к экологии, к ресурсам нашей планеты. И поэтому нужно современным, особенно детям, с некой склонностью к потребительству, показывать, что любой материал может быть использован несколько раз, от этого не теряются его свойства. Вот видите, что на обратная сторона вот этой цветной бумаги, она уже была использована. Когда мы цветочек перевернём и приклеим, этого нисколько не будет видно. Поэтому у большого количества родителей, они работают в офисах, есть различные даже в быту, от какой-то упаковки, иногда остаётся картон, иногда остаётся бумага, которая тоже может быть использована на уроках. То есть мы не обязательно должны использовать только бумагу, только из набора и выбрасывать все остатки, которые у нас остаются. Курс технологии направлен в том числе на экономичное, экономичное обращение с природными ресурсами и материалом. Ну, тоже важный момент, при том, что это потом не будет видно. Хотя у детей, конечно, особенно сегодняшних, есть желание получать всегда всё новое, всё аккуратненькое, всё чистенькое. У меня бывают случаи, да, мне на уроке раздаю бумагу, например, белую, там на одной бумаге, там, допустим, карандашиком, там галочка стоит. И ребёнок, который сейчас красками будет работать с этим листом, ой, нет, мне использованный не надо. Ну, хотя мы понимаем, что достаточно стереть, и сейчас мы начнём работать красками, получится и так далее. Поэтому на этот момент тоже мы по возможности обращаем внимание детей о том, что природные ресурсы могут быть использованы в несколько раз. Ну, мы приступаем к наклеиванию. Наклеивание мы осуществляем с обратной, с первого слоя, с самого нижнего слоя цветка. Да, очень приятная эта работа тем, что здесь минимально мы используем клей, мы будем наклеивать только серединку. Сами лепесточки, они у нас как бы остаются свободными, неприклеенными. Значит, Татьяна, отвечаю на вопрос, что да, я использую двухстороннюю, одностороннюю бумагу. Это не обязательно. В данном случае, вот, была двухсторонняя бумага, но использую двухстороннюю бумагу. Хотя в этой варианции и односторонняя бумага тоже вполне может быть использована. А вот в листочках двусторонние, у нас тоже листочки, видите, они чуть-чуть отступают, можно использовать двустороннюю бумагу. Я, причем, в последнее время стала использовать бумагу для принтера, которая предназначена цветная бумага для принтера. У меня немного больше плотность, чем у обычной белой бумаги для принтера. И вот эта плотность, она мне очень нравится для детских поделок. Она двусторонняя, более плотная относительно детской бумаги для детского творчества. Она хорошо сгибается, то есть, и как бы конструкцию, если нужно какую-то конструктивную, допустим, объемную поделку сделать, она держит плотность. И в легких поделках ее тоже можно использовать. Потому что иногда детская бумага для творчества цветная, которая с одной стороны цветная, с другой стороны белая, или серого цвета, ну, ограниченный диапазон, она еще как бы рвется достаточно много. А вот такая офисная цветная бумага, многие родители детям ее отдают в школу. Там ограниченные оттенки, они достаточно светлые, вот желтые, оранжевые, розоватые, зеленоватые, нет темных оттенков, но иногда да, и в том числе ее используют. В принципе, я лично использую очень большое количество бумаги из самых разных источников, но и максимально к этому тоже детей приучаю, к тому, чтобы у них тоже бумага была совершенно разная, потому что никогда не знаешь, вот где-то маленький кусочек иногда может пригодиться. Итак, мы приклеиваем от центра, так, немножко забегая вперед, мы приклеиваем от центра нижний слой, потом последующие слои с постоянным смещением. Вот посмотрите, здесь они просто положены, лепесточки один на другой, а в том, в варианте, вы увидите, что произошло смещение, важный момент. И финальное – это приклеивание сердцевинки. Затем, когда приклеены цветы, мы как бы под них уведем вот эти веточки, хотя можно было с веточек начать, но ребенку трудно начинать со стебельков, ребенку проще начинать с самого большого, крупного объекта. Поскольку у нас цветы полуобъемные, то мы практически к сердцевинке мы уводим потом эту стебельку, его не будет видно. И потом приклеим листочки. В учебнике этого варианта не было, здесь я добавляю от себя, то есть мне захотелось к этому декоративному панно добавить еще и подставку, на которой она будет держаться. Я взяла полоску черного картона, плотного, и его согнула так, чтобы у него образовались как бы две грани, вот треугольничек, и два захлеста, на которые он крепится. Таким образом, это панно, оно теперь может самостоятельно стоять, у мамы на столе, например, можно маме подарить вопись, можно маме на работу подарить это панно, для того, чтобы оно у нее стояло на рабочем столе, например. И вот тот результат, который мы с вами получили. Здесь пока положила панно. Давайте посмотрим. Вот наш большой цветок у нас нового композиции. Все три слоя, они не находят друг на друга, то есть не совпадают по осям, они выходят, за счет этого получается объем. И сердцевинка. Маленькие цветочки, вот один цветочек я сделала полностью в одном цвете, и вот цветок, в котором мы меняем цвета. Потом под них вывелась тибельки, и в итоге листочки, как бы как такая грядочка получилась, что они все растут с грядочки, с одного места. Вот посмотрите, выше получился у нас ромашка. Здесь использованы три слоя сердцевинка. И вот выше у нас получилась гвоздичка, тоже гвоздичка с сердцевинкой. Это как варианты, которые делали. Можно было... То есть ребенок в учебнике у нас дана композиция полностью из ромашек. Можно ее сделать из гвозди. Здесь ребенок по своему выбору это сделает. И в учебнике я мы даем горизонтальную трактовку, но, пожалуйста, можно ее и поменять местами. Можно сделать, в принципе, вертикальную постановку с вертикальной подставочкой. Вот такое декоративное панно у нас получилось для мамы. У нас с вами в теме мастер-класса была заявлена открытка. Мы с вами понимаем, как эту открытку мы можем, в принципе, при желании сделать. Мы можем взять вторую часть этого урока, саму технологию изготовления цветочков и украсить начало открытки, обложку открытки этими цветочками. Мы можем использовать текст по окантовке. Вот действительно... Вот, да, подставка получилась оригинальная. Самая главная подставка получилась действительно практичная, потому что порой ребенок приносит поделку и возникает вопрос, а да, спасибо, и что? То есть тех родителей, которые это оформляют в рамы, а сразу пусть только сверляют в стене дырочку и в рамку в стекле вешают детские работы, я мало встречала. Встречала, но мало. Родители, которые иголочками прикрепляют к оборам детские работы, да, бывают, то тоже не сразу. Поэтому вот, когда ребенок приносит вот свою поделку, то большой вопрос, а куда, что ее сделать. Здесь мы снабдили ее подставкой и получился вот некий конструктив. Ну, коллеги, мы с вами еще не прощаемся. Мы с вами посмотрели то пособие, которое можно... То изделие, которое можно сделать. Значит, если вам понравился этот урок, вы хотите его сделать вместе с детьми, то вы можете те фотографии, которые я сегодня использовала, скачать и использовать их самостоятельно. Не можно не только вот та презентация, которая идет о нас для взрослых, а вы можете отдельно показать эти фотографии, возвращаться к ним несколько раз. Я в нашей группе ВКонтакте сейчас покажу на нее ссылку, сделаю фотоальбом, посвященный этому мастер-классу, откуда вы можете потом взять все эти фотографии и их использовать как наглядность на своем уроке, как поэтапность или самостоятельно еще раз по этим фотографиям пройти и сделать. То есть не только презентация, но и сами фотографии, они тоже будут в свободном доступе. Мы сегодня говорили о предмете технологии. Для тех, кто еще не знает, хотя раз с нами многие уже работают, и вот по списку, по фамилиям вижу тех, кто и по моей программе работает, у нас есть программа внеурочной деятельности, художественной и эстетической направленности, программа по технологии «Город мастеров», она достаточно давно у нас живет в виде программы, и вот совсем недавно, буквально в прошлом учебном году, у нас появилась теперь тетрадь для внеурочной деятельности, тетрадь по технологии для первого, сейчас уже выходит и тетрадь по технологии для второго класса, то есть теперь мы можем с вами по внеурочной деятельности заниматься по технологии с использованием тетрадей. Есть программа внеурочной деятельности, мы раскрасим целый свет, это моя авторская программа, тоже можете использовать первый, второй, третий, и сейчас четвертый класс, тоже уже в верстке в печати, посвященный России, тоже мы внеурочной деятельности можем использовать программу, я стараюсь достаточно максимально понятно писать задания, включать практический опыт, что дети могут, а что дети реально не смогут сделать, и давать поэтапность. Когда я писала программу, я планировала, чтобы они будут заниматься не только педагоги с художественным образованием, но и практикующие, учителя начальных классов, чтобы максимально понятно было и детям, и вам, педагогике, что же нужно ребенку сделать на этом задании. И наша программа «Музей в твоем классе» по знаходству живописными произведениями, все эти программы внеурочной деятельности, они для вас, и если вы хотите выйти за рамки 40 минут технологии, и на рамки 40 минут изобразительного искусства, то, пожалуйста, они к вашим услугам. Как я говорю, наша группа ВКонтакте, посмотрите, пожалуйста, на ссылку, кто ей еще не пользуется. Это наша группа ВКонтакте «ПНШ-2001» «Перспективная начальная школа. Учимся побеждать». Это группа, где мы выкладываем информацию о семинарах, вебинарах. Это группа, где я выкладываю свои мастер-классы по нашей программе, вот такие мастер-классы, как сегодня мы с вами посмотрели. Вот в эту группу вы можете вступить или ее просмотреть, тоже получить информацию. И вот в этой группе в «Перспективной начальной школе» будет сделан альбом, в котором вы можете их найти. Сертификат, да, сертификат придет на почту. Его можно будет на почте использовать. В общем-то, вот на этом мы с вами, коллеги, закончили тот объем, который нам был необходим. Я всех вас поздравляю с наступающим праздником весны, нашим женским днем, порой мне кажется, что он уже профессиональный, потихонечку превращается во второй день учителя. Как скачать презентацию? Презентацию можно будет скачать на нашем сайте. Это демкнига.ру в разделе вебинаров, но она появляется чуть позже. Вебинар обычно выкладывают на следующий день, презентация может быть там один-два дня, и вы получите презентацию. Завтра в группе ВКонтакте появятся фотографии, которые я использовала на занятии. Вы можете эти фотографии тоже использовать. Мы специально сделали этот мастер-класс 28 числа, для того, чтобы у вас еще было несколько дней поплатить эти идеи в жизни, и ее сделать. Значит, коллеги, задавайте. Вот вижу вопросы. Эти вопросы отвечают. Слезификат пришел. Презентацию ответила. Вопросы в основном, да, детей. Ну, вот. Вопросы к ним. Значит, так. Вопросы от Татьяны. Методические комментарии к тетрадям. Значит, наши тетради, они, я бы сказала, что они сами сделаны как дополнение. У нас вышли учебники, методические пособия к учебникам, педагоги работали, но была обратная связь, что порой не успевают дети полностью сделать изделие, его перенести. Я уже говорила о чем, почему. Это связано с падением вообще бытовых навыков. То есть моторика детей хуже развита. И поэтому мы делали тетради, автор сделал тетради, которые, по сути, они являются как бы шаблонами к занятиям. И там в тетради всегда есть номер занятия, к которому дается этот шаблон. Поэтому тетрадь, она станет хорошим дополнением. Она действительно ускоряет работу, потому что у ребенка уже есть как бы исходная часть, с которой он работает, и уроки стали проходить. Ну, нет, уроки не стали проходить быстрее. Они так идут, положенное им время, но дети стали успевать больше, и результаты стали как бы виднее для ребенка, больше работ стало законченных. С использованием тетради. Поэтому тетрадь по технологии в плане использования достаточно простая, потому что у вас не должно возникнуть проблем или возникать. Ольга, вот когда не приходят сертификаты, нужно в нашу... Ну, в общем, если глобальных у нас, коллеги, кто еще стеснялся задавать, задавайте последний вопрос, с ним и мы будем прощаться. Вот, кстати, коллеги по поводу, да, вот Ольга написала, что делали этот... Все, кто хотели бы поделиться тем, что у вас получается, вы можете это делать в нашей группе ВКонтакте. Вы можете туда присылать ваши работы, эти детские будут публиковаться, и люди комментируют, смотрят. Это тоже... Для ребенка есть мотивация в том, что его работу, ее сфотографировали, отправили, где-то можно на нее, ну, как бы на официальном, да, месте, в официальном сообществе посмотреть. И для вас тоже, ну, если вам нужно, это желание обратной связи. Мы всегда очень рады обратной связи, всегда очень радуемся, когда вы присылаете в группу и на почту нам детские работы и детские поделки. Это очень приятно. Так, ну, по поводу сертификатов будут отвечать. Так, все, коллеги, по поводу, сейчас я техническая поддержка будет. А как так будет? Кому дошел, кому не дошел сертификат, там мы будем смотреть. Ну, все, на этом мы с вами точно прощаемся. Всех наступающих 8 марта. Творческих успехов творите! И вам большое спасибо за кабулку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!